В эфире служба новостей Саров-24 в студии Кирилл Васенин. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Абитуриан-2019 в Центре культуры и досугов НИЭФ прошел форум для старшеклассников. Прочтение. Саровчан приглашают принять участие в конкурсе книжных лайфхаков. Путевка в полуфинал. Хоккейный клуб Саров Инвест завершил серию плей-офф чемпионата области. Далее расскажем обо всем подробно. Время выбора. В рамках совместного проекта администрации Департамента оценки и развития персонала Ядерного центра прошел традиционный форум Абитуриан-2019. Выпускникам школ помогли определиться со специальностями и познакомили с особенностями обучения. А также рассказали о правилах отбора на целевые места вузы для обороны промышленного комплекса. Форум Абитуриан для старшеклассников проводится в нашем городе на протяжении нескольких лет. Главная задача этого проекта – помочь будущим выпускникам определиться с выбором специальностей и вуза. В этом году участниками форума стали пять высших учебных заведений. Список вузов составляется по принципу, с какими вузами заключены договоры рамочные и в какие вузы в НЕФ подает заявку на целевую подготовку. В этот раз абитуриенты познакомились с пятью вузами. Это НЕЯУМИФИ, базовый ядерный университет госкорпорации «Росатом», его структурное подразделение с РФТИ, опорный вуз НГТУ имени Алексеева и ННГУ имени Лобачевского. Второй раз на форуме представлен Павурский технологический университет из Южкар-Алы. Как показывает практика, очень много ребят еще не определились, в какой они вуз хотят поступить. Поэтому формат предполагает свободное перемещение. Мы надеемся, что такая своего рода навигация поможет им определиться не только с выбором вуза, но и с выбором специальностей. После пленарной части ребята разошлись по аудиториям. Представители вузов рассказали о научных направлениях, а также о взаимодействии с базовыми предприятиями региона. Вопросы будущих студентов отличали социально-практическим характером. Их волновали и вступительные испытания, и обеспеченность общежитиям на время учебы. Сейчас, я считаю, тоже очень хорошо. Абитуриент достаточно прагматичный. Они всегда спрашивают дальнейшее их трудоустройство после окончания того или иного вуза. Нижегородский технический университет имени Алексеева участвует в форуме абитуриент в Сарове уже несколько лет. И второй раз он представлен на проекте в качестве опорного вуза. Этот статус предполагает тесное взаимодействие с предприятиями оборонно-промышленного комплекса. Это дает университету ряд преимуществ. Это позволило увеличить количество бюджетных мест, расширить диапазон научных исследований, взаимодействия с другими предприятиями, то есть на качественном другом уровне, и подготовку кадров проводить, и обучение студентов, и выполнение научных работ в интересах предприятий. Всего в форуме приняли участие более 300 старшеклассников. Каждый из них смог в формате открытого диалога задать представителям вузов все интересующие вопросы и получить ответы. Чтобы принять взвешенные решения о выборе профессии. Елена Грецкова, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей СОРО-24. Вместо оплаты проезда телесные повреждения и сломанный переключатель работы дворников. В дежурную часть полиции обратился водитель такси и сообщил, что один из его клиентов остался недоволен поездкой и после завершения заказа решил заняться рукоприкладством. Мужчина ударил водителя и сломал подрулевой переключатель работы дворников. Чем еще запомнилась прошедшая неделя сотрудникам правопорядка, расскажем в следующем репортаже. Дорожным полицейским на прошедшей неделе пришлось устроить погоню за нетрезвым водителем. Задержали лихача в районе улиц Силкиной и Бессарабенко. Преследование прошло успешно, никто не пострадал. К сожалению, этого нельзя сказать об участниках аварии, которая произошла на пересечении улиц Садовой и Зернова. Водитель, управляя машиной Хонда на регулируемой перекрестке улиц Садовой, при повороте налево не уступил дорогу автомашине ВАЗ-2111, которая двигалась во встречном направлении. В итоге пассажир обеих машин получили телесные повреждения и после осмотра врачами были отпущены домой. В дежурной части полиции за прошедшую неделю вновь было зарегистрировано несколько заявлений с просьбой разыскать интернет мошенников. Из-за действий злоумышленников Саровчанину, видимо, придется отложить летний отдых. Еще в январе мужчина через интернет заказал себе путевку в одном из пансионатов Алушты. Правда, не учел, что сайт может принадлежать мошенникам. Перевел денежные средства по реквизитам, которые были указаны на интернет-сайте, в размере 23 850 рублей. Через месяц, решив уточнить, все ли в порядке с бронью, мужчина вновь посетил сайт пансионата. Однако страница была оформлена по-другому, а номер телефона не совпадал с тем, который был указан ранее. Мужчина позвонил по одному из телефонов, где администратор ему сообщил, что брони на его имя у них нет. По данному факту проводится проверка и выясняются все обстоятельства случившегося. Совет, который дают полицейские, чтобы не оказаться в подобной ситуации, прост. Перед тем, как совершить платеж в интернете, необходимо позвонить по указанным номерам и пообщаться с продавцом лично. 21 марта с двух часов дня приемный губернатора и правительства Нижегородской области проведет правовые консультации для пенсионеров и граждан льготных категорий. На вопросы ответят уполномоченные лица Министерства социальной политики и правового департамента. Записаться на консультации можно до 18 марта. Справки по телефону 8 831 439 04 98. Другая важная информация в подборке коротких новостей. В Нижегородской области начала работу горячая телефонная линия по коре. Специалисты Роспотребнадзора и медицинских учреждений рассказывают об основных мерах профилактики кори, в том числе вакцинации, а также о том, что необходимо делать при контакте с заболевшими. Звонки от граждан принимают по телефону 8 831 432 29 55 и 8 831 432 29 70. Для справки, с начала этого года на территории Нижегородской области выявлено несколько случаев заражения корью. Все заболевшие, как дети, так и взрослые, не имели защитных прививок, что и поставило их организм под удар. Городской отдел ЗАГС приглашает семейные пары, а также те, кто планирует бракосочетание в этом году, принять участие в проекте «Театр любовь-семья». Работники ЗАГС ждут заявки на участие от семей, так или иначе связанных с театром. Победители, представившие самые яркие истории, получат ценные призы, а также возможность присутствовать на специальном торжестве в Нижегородском доме бракосочетаний. Заявки принимают до 15 августа. Более подробная информация по телефону 8 831 433 06 45. Защитник хоккейного клуба «Саров» Павел Медведев забросил свою первую шайбу на зимней универсиаде. В минувшее воскресенье студенческая сборная России скрестила клюшки с командой из Японии. После финальной сирены на табло горел счет 10-1 в пользу наших спортсменов. «Саровский» хоккеист Павел Медведев не только успешно поразил ворота соперника, но и отдал голевую передачу, тем самым заработав два результативных очка. Мир глазами женщины. В Дивеевском доме культуры открылась выставка Саровского творческого клуба «Артпозитив». Новая экспозиция посвящена весне и Международному женскому дню. На выставке представлены работы шести саровских художниц – натюрморты, пейзажи, портреты. Более 70 картин в разных техниках и стилях расскажут посетителям о женском взгляде на окружающий мир. Среди акварельных и масляных натюрмортов, пейзажей и портретов, представленных на выставке, выделяются несколько работ в объемной технике декоративно-прикладного творчества. Автор этих произведений – новый участник клуба «Артпозитив» Ирина Попова-Шемякова. Это такая необычная техника японская – создание картин из лоскутков ткани без иголок на пенопласте. Освоив новую технику, Ирина решила пойти дальше и добавила своим работам объема. Ткань она стала укладывать складками, чтобы создавалось ощущение движения. Затем в дело пошли подручные материалы. Начала что-то приклеивать, увидела, что это еще интереснее. Различные камушки, веточки и краски уже начала. Гуашь я красила. Любое, все, что подходит для моих героев, для моих историй, я это применяла. Картина Ирины – это рассказы о ее друзьях и знакомых и личный жительный опыт. У нее, как и у остальных участниц выставки, свой женский взгляд на мир. Новая выставка «Артпозитива» – это предчувствие весны. Здесь много цветов, света, насыщенных ярких красок и едва уловимой грусти о скоротечности времени. Каждая из участниц показывает зрителям, каким она видит этот мир. Мы настолько все разные, и мы настолько все неповторимые, то есть у каждого свой почерк. И это видно, это чувствуется, и это очень здорово. Потому что если бы мы были все одинаковые, это было бы неинтересно. Познакомиться с работами саровских художниц можно в Дивеевском доме культуры. Выставка работает до 15 апреля. Молодежный библиотечный центр объявил о начале городского конкурса книжных лайфхаков про чтение. Любителю литературы предлагается подумать о том, какие интересные лайфхаки необходимы для чтения и поискать их в книгах. Результаты своих исследований следует оформить в творческую работу. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 1 октября. Подробности далее. Термин лайфхак вошел в нашу жизнь не так давно. Это слово на сленге означает «житейскую мудрость» или «хитрость жизни». Придумали термин программисты. Долгое время он был популярен у молодежи. Теперь же лайфхаками стали пользоваться и библиотекари. Библиотека не стоит на месте. И мы постоянно придумываем для наших читателей новые формы работы. И в этом году мы решили предложить на «Вкус горожан» попробовать новый формат и провести конкурс книжных лайфхаков про чтение. Суть конкурса – поделиться советами, которые читатели подчеркнули из книг, или рассказать, как нужно выбирать и читать те или иные произведения. Всего 5 номинаций. «Лайфхаки от классиков», «Как найти ту самую книгу», «Берем книгу в путешествие», «Моя золотая книжная полка» и «Свободная тема». Конкурс рассчитан на участников возрасте от 12 до 40 лет. Именно эту аудиторию библиотекари в первую очередь хотят привлечь к чтению. И вообще в последнее время быть интеллектуалом и читающим человеком очень модно. Поэтому я надеюсь, что многие захотят принять участие в нашем конкурсе. Это уже не первый конкурс для любителей литературы, который проводит Молодежный библиотечный информационный центр. И, как признаются организаторы, такие соревнования вызывают у сравчан большой интерес. Во-первых, это соревновательный момент. Во-вторых, это возможность проявить свои творческие способности. Поэтому читатели очень активно всегда отзываются на такие формы работы. Заявки и творческие работы принимают на электронный адрес «Мбитс-99», «Собака-мейл.ру» до 1 октября. Авторы лучших книжных лайфхаков в каждой номинации получат призы. Всех участников конкурса ждут дипломы. Екатерина Апенова, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей «Саров-24». Хоккейный клуб «Саров-Инвест» вышел в полуфинал высшей лиги чемпионата области. Соперником нашей команды в играх серии плей-офф был городецкий «Спартак». После поражения на выезде саровчанам удалось взять реванш и одержать победу на своем льду. Для того, чтобы завоевать путевку в полуфинал, саровской команде предстояло обыграть городецкий «Спартак» в последней встрече серии плей-офф. О результатах наших спортсменов расскажем в следующем репортаже. Уже в первые минуты встречи хоккеисты «Саров-Инвеста» отправили в ворота городецкого «Спартака» сразу четыре шайбы. Отыграть соперник смог только две. Еще две гости закатили во втором периоде, но в ответ получили три шайбы от саровчан. На перерыв команду ушли со счетом 7-4. Я не первый раз смотрю, и вот в эту игру смотрю, что наша команда более сплоченнее, более энергичнее. Не теряется, а как бы вот держит темп. Молодцы. Но хотелось бы, чтобы вот до конца до самого довели. Лучше, чем в ВХЛ наши играют. Так что настраиваемся на победу. Вратарь. Очень молодец вратарь. Вытаскивает такие шайбы, что позавидовать надо. В третьем периоде хозяева льда окончательно закрепили свои преимущества, закончив игру с разгромным счетом 13-6. Ну, одни эмоции. То есть, ну, порадовали как бы ребята. Молодцы. Ну, выжили в третьем периоде. Еще раз говорю, все команды могут. Со всеми командами можно играть. Все команды дают играть. Надо просто выполнять установку тренера. В первом матче с городецким «Спартаком» в рамках серии плей-офф высшей лиги чемпионата области «Саров Инвест» уступил со счетом 9-7. В домашней встрече саровчанам удалось взять реванш. Завтра дерби решающее. Не им выступать нельзя, а не нам. У нас много на кону. Я думаю, что они тоже в том году. Но они в том году играли за 3-4 место. То есть, первый этап они прошли. Не знаю, посмотрим. В третьей игре «Саров Инвест» обыграл городецкий «Спартак» со счетом 3-8 и вышел в полуфинал чемпионата области. Следующий матч команда проведет на выезде 9 марта. Саровчане скресят клюшки с Таншаевским стартом. Начало матча в 13-0-0. В спортивном зале стадиона «Икар» прошел финал чемпионата города по волейболу среди мужчин. За победу боролись команда «Энергия» и «Старт». В матче за третье место среди женщин встречались команды 20-й школы и юниор. О результатах игр расскажем далее. Как подмечают организаторы городского волейбольного чемпионата, с каждым годом интерес к этому виду спорта растет, особенно среди девушек. В этом году в матче за третье место команда 20-й школы сошлась с командой юниор. Встреча получилась напряженной. Команда юниор начала хорошо, выиграла две партии, потом, видимо, расслабилась и проиграла три последующих. Ну, была борьба. Уровень команд одинаков, поэтому и пять партий вышло. Наибольший интерес зрителей привлек мужской финал чемпионата. На площадке сошлись команды «Энергия» и «Старт». Сезон для обеих команд получился коротким и насыщенным. Как объяснил капитан команды «Старт» Марат Пещеров, с этим соперником они уже встречались в прошлом сезоне и смогли победить. У них не было, скажем так, капитана Александра Барабина. Он уезжал на сборы в Арзамас, играл там по Нижегородской области. Может быть, это повлияло. Может быть, мы действительно были такие сильные. Каждый раз перед встречей с этим соперником команда «Старт» упорно тренируется, оттачивает подборы, пасы и блоки. В матче за первое место важен каждый забитый или пропущенный мяч. Команда находится в постоянном психологическом напряжении. «Энергия» команды «Корефей», скажем так, играют в чемпионате города давно. Ребята, большинство из сборной, как и у нас, города, в принципе, достойная очень команда. Это каждый раз на одном уровне стройки. Присутствие на поле капитана не спасло команду «Энергия» от поражения в этом году. В упорной борьбе спортсмены завода «Внеев» вновь одержали победу, стали чемпионами города 2019 года по волейболу. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16» в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютубе и смотрите все информационные выпуски, авторские программы и расширенные версии репортажей в удобное для вас время. В студии работал Кирилл Басенин. Всего вам доброго и хороших вам новостей.